одинокая россия желает познакомиться такого типа объявления теперь можно найти на любом столбе международных отношений а по миру бегает грустная маша захарова и украдкой эти объявления на столбы клеит все понятно март за мартом коротенький апрель а потом май когда картинку парада победы 9 мая надо будет украсить хоть какими-нибудь высокими зарубежными гостями друзьями россии с высокими гостями пока проблема потому что по указанному в объявлении телефончику позвонили только акобака и бакола это племена пигмеев из экваториальной африки они готовы на трибунах изобразить друзей россии но кстати не совсем бескорыстно и бака и ака и бакола готовы приехать если каждому делегату от каждого племени подарят коровью шкуру ожерелье из гильз акм и три метра пластиковой водопроводной трубы все прочие дружественные племена стратегические партнеры россии как-то племена людоедов караваи из юго-восточного папуа ребята из конга с фиджи тоже официальные людоеды до сих пор приехать на парад в москву не смогут справедливо беспокоясь о том что участием в московском параде их репутации будет нанесен непоправимый ущерб впрочем теперь можно быть уверенным в том что 9 мая на красной площади обязательно будут сиять физиономии ордена красавцев из мьянме а также возможно прибудет даже и сам генерал хлайн это нынешний верховный правитель по сути страны глава захвативший власть военной хунты он отлично провел вчерашний день вчера там как раз праздновался день армии мьянме его пышно отметили военным парадом и расстрелом 114 человек на окружающих парад улицах население там осмеливается протестовать против арестов и произвола их убивают сотнями а они идут и идут генерал хлайн уже убил на мостовых своей столице порядка 400 человек женщин детей и стариков но в щадящем режиме небольшими порциями человек по 20 в день а вчера хлай решил устроить себе именины сердца и врезал по колоннам протестующих из кпвт парад и расстрел удалось очень удачно совместить единственным гостем мьянма и лично хлая на трибунах парада была замминистра обороны российской федерации фо мин фо мин сочетание долбежки пяти кпвт и вопли умирающих русского замминистра не особо смутили но покраснел немножко но постеснялся но потом втянулся в торжество замминистра благодарно прослезился услышав речь генерала хлая в которой тот перекрикивая пулеметы и стоны открыто благодарил россию за помощь своему режиму и за сотрудничество он говорил мы очень очень ценим участие российских военных власти россии наши настоящие друзья вообще генерал мин хлай не чужд великой русской культуре он очень любит анекдоты про чапаева и даже переводит их на берманский язык в генералы генералы фо мин и мин хлай нежно обнялись и обменялись подарками примечательно что первыми же выстрелами крупнокалиберных советских пулеметов оторвало обе руки мальчишки 13 лет который шел впереди протестующей колонны конечно мальчишка был вооружен тем же самым вооружен что и все прочие в протестной колонне а именно крайне выразительными факами теми самыми которыми миянма уже целый месяц предъявляет власти дегенератов фуражков более того у мальчишки было целых два фака на обоих руках они там лежали руки лежали сутки на мостовой в ней льду обе руки их объезжали машины их обходили люди на оторванных руках мальчишки судорога свела пальцы которые так и остались в позиции фака потом приехали носители фуражек и что примечательно одели на них наручники прежде чем погрузить в мешок и увезти мин хлай любит такие трофеи любит дарить их своим друзьям так что можно быть уверенным что парад победы 9 мая будет украшен сияющей физиономии военного правителя миянма возможно своим русским коллегам и друзьям в качестве назидательного подарка он привезет какой-нибудь любопытный трофей руки протеста в специальной витринке с цитаты из известного чапаевского анекдота а ручки то вот они где хотя возможно место на трибуне 9 мая все же будет пустовать так как мин хлай у наконец самому оторвут руки ляск фсбшных сейфов с делами ляск тюремных засовок на камерах замков на наручниках запоров на дверях автозаков это все знакомые теперь уже звуки звуки путинской россии омоновские росгвардейские пудовые ломы и бьющие в замок хилы дверью многоэтажки за дверью который живет экстремист 11 лет в ростове кстати на дону очередная блестящая операция фсб задержана группа экстремистов они обвиняются обвиняются в подготовке нанесения оскорбительной надписи на стену обязательной составляющей частью фонограммы развитого путинизма стал хруст вылетающих стекол ну вот когда омону угодно зайти сквозь витрину провинившемуся кондитеру по тортикам и осколкам а также стук лиловых штемпелей секретно запрещено двушечка ну и так далее я уж не говорю про тупое рычание тракторов которые давят запретную зарубежную колбасу ну и разумеется сверх всего этого тиканье золотых депутатских часиков с 96 бриллиантами это уже привычные обыденные звуки россии традиционная фонограмма с этой недели к этой какафонии добавится и скрип затворяющихся дверей в архивы когда-то открытые разумеется архивные документы о второй мировой войне несовместимы с теми байками что сочиняет на эту тему российская пропаганда короче архивы министерства обороны касающиеся участия сталинской армии во второй мировой войне вновь засекречены конечно послушные люди в фуражках тут же придумали какое-то клоунское объяснение этим закрытием но могли бы честно говоря и не напрягаться всем все давно уже ясно скандал с выставкой анатомических препаратов в днх продолжается он не утих он не рассосался в него втянуты уже все требуют закрытия и расправы над организаторами подключены все силы от полиции до следственного комитета выяснилось что подогревают скандал не только сами попы но и православные активисты их чувства оскорблены и выяснилось чем именно и как выяснилось оскорблены действительно при посещении выставки у них остается неудовлетворенным поцелуйный рефлекс он выработан так как православные натренированные на мощах видя сушеную вяленую или копченую расчлененку мертвичину привыкли ее немедленно целовать говоря их языком прикладываться к ней а вот на выставке этого делать почему-то нельзя это несправедливо это дискриминация это вызывает осложнения это причиняет существенный дискомфорт активистам активирует чесательные и кательные рефлексы скандал в принципе очень легко ликвидировать просто надо разрешить религиозным активистам целовать препараты выставлены на выставке удовлетворившись привычным образом активисты смягчаться и перестанут вероятно строчить доносы известно что фон хагенс порой достаточно вольно располагает препарированные и полимерно бальзамированные тела но и в балетном порыве может и на велике в конце концов он мог бы создать на русском материале прекрасную документальную композицию которая фиксировала бы добрые дела православных активистов за основу можно было бы взять случай происшедший он позавчера в поселке марьянова омской области там православный активист порыве праведного гнева задушил восьмидесятилетнюю колдунью требуя чтоб старушка открыла ему тайну где именно она прячет волшебную целительную монету но без этого весьма характерного для путинской россии 21 века эпизода выставка хагенса действительно что называется не полна пропаганда пребывает в совершеннейшем умиление в эйфории единственным последствием тайной вакцинации путина было заявление путина о том что на ночь он положил на тумбочку градусник и это стало новостью номер один какая поразительная многогранность сколько талантов сконцентрировано в одном человеке оказывается президент умеет не только ловить карандаши но и класть градусник на тумбочке как у него это получается непонятно байдену наверняка никогда не повторить этот трюк ну а меркель только пытается овладеть этим искусством и умением макрон молча завидует потому что у него просто нет тумбочки владимир рудольфович соловьев прославившийся тем что он умеет ловить карандаш почти как президент в ближайшее время обещает сделать реконструкцию значительного события и упражнения с градусником сейчас он интенсивно тренируется кстати на заседании наблюдательного совета россия страна возможностей какие-то юные подхалимы уже обратились к путину с предложением стать видеоблогером и пообещали ему подписаться на него и вообще пообещали стремительную карьеру в этой сфере вот странно мне отказалось что путин уже прекрасно себя чувствуют в этом качестве и делает давно большими успехи давно большие успехи хотя владимиру владимировичу и удалось организовать пару убойных стримов с московских питерских улиц с массовками из омона автозаками первыми концлагерями но вот путин в трехцветном ночном колпаке с невероятной меткостью кладущий градусник на тумбочку наверняка станет абсолютным хитом тик тока о том что сейчас делают с навальным и главное зачем они это делают о пармезане о битве при моргенштерне и других страшных забавностях россии мы поговорим в невзоровских средах на эхо москвы в среду в 21 05 несомненно слава украине все равно оживе беларусь не все еще потеряна ну и разумеется привет хабаровск